Всем привет, с Вами на связи Андрей Финашин и канал TESLAB, и сегодня у нас долгожданная вещица, которую я очень долго ждал с Aliexpress. Ну, не так чтобы долго, но действительно ждал, потому что это мини светодиодные линзы. Мини светодиодные линзы под лампу H4, для которых не надо распаивать фару, которые ставятся вместо лампочки, и в этом, собственно, вся их суть. Некоторое время назад я протестировал подобные мини светодиодные линзы, но они были под ксенон. Сразу скажу, они меня не устроили по качеству, не устроили по освещенности, не устроили по своему исполнению. И вариант со светодиодами мне понравился гораздо больше. Сразу скажу, вот эту маленькую светодиодную линзу я протестировал на всех трех вот этих фарах. Это фара от Solaris, это фара от Granta, это фара от 4. Светодиодные линзы пришли мне в зеленой коробочке, в ней лежало письмо на русском языке, с благодарностью. В ней лежала одна перчатка, что самое интересное, не две, а всего лишь одна. Ну да ладно, одна значит одна. Я, если честно, чтобы поставить эту линзу, даже одну перчатку не использовал. И, собственно, две светодиодные линзы с блоками драйверов. Если рассмотреть линзу повнимательнее, то мы увидим, что сверху у нее есть собственный отражатель. Отражатель для ближнего света, и внутри увидим такой светодиод с тремя чипами. Очень похожий на половинку от обычной светодиодной лампы, которую я уже часто тестировал. Дальний свет на этих линзах формируется двумя отдельными секциями светодиодов, которые находятся снизу. И вот ребята, они уже используют именно отражатель фары. То есть для них нет отражателя в линзе, они используют исключительно то, что есть в фаре. Сразу же предположу, основное назначение этих линз, это когда ваш отражатель уже либо помутнел, либо он выгорел, либо он облез от ксенона, либо от еще каких-то вещей. Но покупать фару вы не собираетесь, и таким образом установкой вот этих ламп вы, в принципе, рассчитываете вернуть фару к жизни. И, в общем-то, это оправдано. Мои тесты, которые я проводил на всех этих трех фарах, показывают, что, в принципе, со светотеневой границей все в порядке. То есть видно, что линза сделана качественно, видно, что она дает качественный свет. Вопрос только в яркости. Вот если сравнить вот эту линзу со штатной галогенкой, как она светит на Solaris, В общем-то, мы видим, что галоген светит гораздо более таким пятнистым светом, то есть это будут пятна и тени на дороге, и только в центре, вот в одной точке он сильно выигрывает у вот этой светодиодной линзы. Это, в принципе, видно и на графике, но по всем остальным точкам видно, что светодиодная линза уже значительно, причем значительно, повторюсь, опережает именно галоген. Вот в фаре от Solaris. Мы видим, что свет у нее очень равномерный, он гораздо более равномерный, чем у галогена. Качественная, правильная светотеневая граница, то есть эти линзы можно поставить, можно отрегулировать, и у вас будет идеальнейший практически свет. По моим замерам линза потребляет всего 14 ватт, это, безусловно, достаточно мало. Это как плюс, так и минус. Плюс в том, что она практически не нагревается при работе, это я уже проверил. А минус в том, что все-таки при идеальной светотеневой границе, она имеет довольно такую посредственную освещенность. То есть хотелось бы, чтобы освещенность была выше, и тогда бы цены вот этой линзы вообще бы не было. То есть если бы она была в ватт не на 14, а хотя бы на 18, а в идеале на 20 ватт, то, ребят, я бы однозначно посоветовал выкидывать вот эти древние лампочки галогеновые H4, и ставить на их место вот такие линзы без разборки, без распайки фар. Ну и в качестве дополнительной информации вам я также провел тест на фаре от Гранта, потому что на Solaris очень у многих нарекания по свету. Посмотрите, вот как светит галогенка на Гранте, и как светит именно светодиодная вот эта линза на Гранте. Опять же мы видим, что идеальную светотеневую границу, ну собственно при прозрачном стекле она другой быть не может. Стекло никак не влияет, точнее пластик. Мы видим идеальную светотеневую границу, единственное, что да, не хватает все-таки немного освещенности вот в пределах вот этого светового пучка. Он широкий, он видно, что хороший, видно, что даже вниз света идет гораздо больше, но хотелось бы чуть-чуть больше по яркости. Тогда можно было бы эту линзу рекомендовать всем, а так только отдельным категориям граждан, о которых будет чуть-чуть позже. Ну и ребята, вы просили меня после поста в инстаграме протестировать, как будет на фарах от 7, но у меня нет фара, а от 4 есть, и она с таким рассеивателем стеклянным. Поставил туда вот эту же светодиодную линзу, и как мы видим, стекло, поскольку оно именно является рассеивателем, оно разбивает вот этот свет от линзы. И, грубо говоря, вывод какой, данные линзы не пригодны для фар, у которых стекло является именно рассеивателем. Для того, чтобы поставить его сюда, необходимо поменять вот это стекло на прозрачное. Но тогда вы уже никогда не поставите обычную галогенку, то есть теряется вот эта универсальность. Ну и давайте в финале выпуска поговорим, а для кого же все-таки вот эти линзы. Я вижу применение этих линз для автомобилей с японским-английским светом. Там тоже, чтобы не колхозить, не городить, проще поставить вот такую линзу, и вы получаете правильную светотеневую границу. Но, опять же, заплатить за это придется все-таки недостаточно большой освещенностью. То есть ездить, безусловно, сможешь, но свет не будет дотягивать до характеристик, конечно, светодиодных линз 3 дюймовых, которые я очень часто в данный момент ставлю. Там порядка 24 ватт дает мощность линзы, здесь, повторюсь, 14. И вот очень бы хотелось, чтобы она была бы хотя бы 18, а лучше 20, повторюсь. Либо для тех, у кого света нет вообще, вот вообще, повторюсь, это выгоревший отражатель, а блесший отражатель, такой очень часто бывает на 9 Lancer, и вообще там, где использовался Xenon. Для них, да, это выход, это способ сэкономить, точнее не потратить деньги на разборку фар, на их распайку, а просто поставить линзу и пользоваться, в общем-то, правильным и качественным светом. Кстати, дальний свет на этих линзах, он, конечно же, далек от идеала, потому что используется штатный, во-первых, отражатель уже фары, и, во-вторых, вот эта точка расположения вот этих светодиодов дальнего света, она, конечно, не соответствует точке расположения спирали в обычной лампе H4, за счет этого у нас дальний свет, как правило, уходит сильно выше, чем ближний, и таким образом он, ну, мягко говоря, не в том месте. Но и то неплохо, в том плане, что я ожидал увидеть еще гораздо хуже, и радует, что хотя бы в режиме дальнего света у нас никуда не девается ближний, то есть он не отключается, в отличие от обычной стандартной лампы H4. Ну и в общем-то, чтобы не затягивать выпуск, решать, ставить, не ставить, это вам исключительно, я вам всю информацию реальную дал, ничего не приукрашивал. Посмотрите на состояние именно вашего отражателя, если увидите, что отражателя там нет, либо он какой-то видоизмененной формы, вследствие того, что он стал облупляться, то, в принципе, установка таких линз, это выход. Опять же, ну, если вы не хотите менять фары. Напомню, комплект покупал я на Алиэкспресс, ссылку я на него, естественно, дам в описании. Стоил он на данный момент для меня 4000 рублей, может быть цена пойдет вверх, может быть цена пойдет вниз, но на данный момент это 4000 рублей. Вот прикиньте экономическую эффективность, сможете ли вы купить там две новые фары за 4000 рублей, либо вам достаточно будет прибавки, которые дадут вам эти 4000 рублей. Все, ребят, если что-то я пропустил или упустил, пожалуйста, пишите свои вопросы в комментариях, я на них периодически отвечаю. Также можете там писать предложение по поводу новых тестов, опять же, я к ним прислушаюсь. Ну, а на сегодня на этом все, с вами был Андрей Финашин и до новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok